Всем привет, с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Гея. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервер Мазин Холипплей. Первый сервер. Мы здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте вводить мой ник при эстрации и также не забывайте вводить мой промокод. Пишите Месси Капсом Кирилл Гейм и при растяжении пятого вы получите 50 тысяч, при растяжении десятом вы получите 100 тысяч. То есть в общей сумме вы получите 150 тысяч. Опять-то вводите мой промокод, его можно вводить на любом сервере, он также будет в описании под этим видео. Ну что ж, пацаны, я думаю, вы додались по названию ролика, что я продал свой любимый и родной домик. Вот, в принципе, я думаю, вы это видите. Почему я его продал? Да потому что я сегодня зашел и мне появилась такая надпись, что типа Бусая будет когда-то меняться и я должен продать свой дом. И мне выпишут компенсацию. Я уже написал, в принципе, на форум Виталию Шарапе, чтобы он мне выписал компенсацию за мой домик. Пацаны, скажу вам сразу, что я, честно, не хотел его продавать, но, понимаете, пришлось. Просто минус бабки на ровном месте и мне очень жалко, что я его продал. В доме было много скинов, было два скина, в принципе, дорогих. Я забыл их, кстати, забрать, но я бы их никак не забрал, потому что этого нельзя сделать. И как бы у меня был скин из GTA Vice City за 600 тысяч или за 700. И был скин из GTA 3 тоже, два самых дорогих скина у меня было. И, надеюсь, мне за них деньги тоже вернут. Ну, также было улучшение, вроде бы, как куплено за 500 тысяч. Ну, еще госку от дома нужно вернуть 200 тысяч. Ну, и того, где-то, ну, два ляма мне должны вернуть, по идее. Я надеюсь, они реально компенсируют все, что у меня было в этом доме. Все улучшения, вся одежда и так далее. Ну, что ж, я уже, пацаны, купил новый дом. Я его искал на протяжении трех часов. И я купил себе новый домик. Мне некоторые там писали, когда я, типа, объяву кидал, что покупаю дом, что, типа, вот, типа, балабол, говорил, дом не будешь продавать. Я бы его и никогда в жизни просто не продал. Да, вы понимаете, у меня дом этот был очень долго, прям, очень-очень долго. Он у меня был и на этом аккаунте, блядь, и на том, что деактивировали, понимаете. Я этот дом очень любил, это был и останется моим любимым домом, в принципе. Поэтому, пацаны, вот такие вот дела. Но администрация, грубо говоря, заставила меня его продать. Если бы не админ, я бы его никогда в жизни бы не продал. Честно, я очень расстроился. Я еще публиковал скриншоты в свою официальную группу. Кстати, пацаны, подписывайтесь на мою группу. Она будет в описании, также я закреплю комментарий. Потому что я через 2 дня еду в Киев, пацаны, 2 дня не будет роликов. Но зато в поезде есть Wi-Fi, пацаны, поэтому, может, я стримы буду делать. Поэтому следите обязательно за группой, я буду фоточки кидать. Возможно, с Киева стрим проведу. Поэтому обязательно подписывайтесь на группу и на канал ставьте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Минуточку внимания, хочу поставить бизнес в нашей семье. Наш бизнес это спортзал в городе Арзамас. Находится он недалеко от банка Арзамаса и недалеко от перекрестка. Также его можно найти легко в GPS. Пишите GPS, 6 раздел и 21 бизнес. Вот, Китан Кирилл Гейм. И сюда приезжайте, тренируйтесь. Что здесь можно изучить? Здесь можно изучить все стили боя. Спарта, кунг-фу, кикбоксинг и удар с токтя. Если вы выучите все стили боя, вы сможете легко давать пилюрей другим игрокам. Но самое лучшее из них это кикбоксинг, либо удар с токтя. В нашем спортзале отличные ринги и можно драться на деньги. Также есть много тренажеров. Обязательно приходите именно в наш спортзал. Вход, конечно же, бесплатный. Ну что ж, пацаны, вот я уже подъезжаю к своему новому дому. Он здесь, видите, вот где-то он здесь. Какой из них, пацаны, я сейчас вам покажу. Я хотел дом в Батырево, либо в Горелии купить. Но все-таки я купил его в Батырево, в принципе, да. И какой из них мой, пацаны? Ну, мой из них это вот этот домик большой такой. Давайте я Мурку заспавню. Вот, короче, вот это теперь мой новый дом, пацаны. Он сейчас среднего класса. Я его купил за 25 миллиона. У подписчика я хотел скрин сделать, но не получилось, пацаны. Да, у него господин 1 миллион. Типа, я, может, его дорого купил. Но у меня это хорошее, поэтому я решил его купить все-таки. Вот такой домик. Теперь нужно, пацаны, интерьер купить и оплатить его. Я его купил вообще, ну, минут 15 назад. За сколько взял? Вот, 2,5 ему написал, блядь, с третьего раза. Ну, я считаю, что это недорого, пацаны. Я вообще, у меня бюджет был 4 миллиона. Я готов потратить все свои деньги на хороший дом. Но все-таки нашелся, чувак. Я искал дом на прежде 3 часов. Там 2 дома продавали возле озера. Но я возле озера не хотел брать, потому что там тачки проваливаются. А здесь, в принципе, неплохое место. Я думаю, прям вообще неплохо. Давайте, я не знаю, на чем поедем даже. Давайте возьмем, я думаю, Мерседес. Давайте возьмем и на нем поедем. В принципе, да, Мурочка, Мурочка. Поехали, купим улучшение. Я хочу себе дом высокого класса сделать. Поэтому сейчас мы поедем в Арзамас и это сделаем. Так, все, мы приехали. Давайте я пойду куплю улучшение. Это за 500 тысяч, чтобы у меня дом был высокого класса. Потому что, ну, я привык к этому интерьеру. И поэтому пусть он будет именно такой, как у меня был в том доме. Да, конечно же, это не будет такой же дом, как у меня. Этот не такой красивый. Я к тому привык очень сильно. Поэтому вот такие вот дела. Пожелайте сделать капитальный ремонт дома. В смысле, а что, у меня же такой интерьер есть, вроде бы как. А, блин, у меня по низке интерьер. Ну, что, давайте улучшим, что делать. В принципе, давайте еще раз улучшим. И угадайте, что произошло. Конечно же, меня крашило. Но запись почти сохранилась. Там последний момент был, как я покупал интерьер еще раз. В принципе, видите, я купил себе интерьер самый дорогой. Ну, то есть, высокий класс. Оказывается, у меня дом был низкого класса. Я думаю, у меня в средний класс. Но оказалось, у меня низкий класс, поэтому я улучшил до среднего и до высокого. То есть, потратил 1 миллион. В принципе, аптечка работает, мне интересно. Уже полное здоровье. Аптечка есть. Каф нету смысла покупать. Я думаю, вот внешне, да, пацаны, ничего не поменялось, да? Вот выходим из дома просто. И я нахожусь в Батырево, а не в Бусаево, к сожалению. Да, пацаны. Ну, блин, надеюсь, что мне все восстановят насчет того дома. Скины, улучшения там и так далее. Потому что, ну, я очень это хочу. Потому что, ну, как бы деньги потерять на втором месте, это очень хреново. Поэтому, вот такие вот, пацаны, дела. Ну, мне место, вот, честно, нравится такое место, знаете, близко к дороге. Я не хотел домик где-то вон там на горе, например. Потому что там дорога плохая. Здесь еще более-менее нормальная дорога. Есть рядом 24 на 7. Военная база и так далее. Поэтому буду я ждать здесь, пацаны. Можете запоминять мое место проживания. Теперь я буду здесь обитать. Я вот, кстати, эти ворота не открываются. Было бы прикольно сюда заезжать. Да, возможно, я дорого, что, ну, дорого его купил. Типа 2 с половиной миллиона. Еще вложил лям. То есть, в итоге получается 3 с половиной миллиона. Но, не знаю, мне нравится, пацаны. Мне все нравится. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok